Пятая книга Моисея И поступит Господь с ними так же, как Он поступил с Сигоном и Огом, царями амарийскими, и с землею их, которых Он истребил, и предаст их Господь вам, и вы поступите с ними по всем заповедям. Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь, Бог твой, сам пойдет с тобою, и не отступит от тебя и не оставит тебя. И призвал Моисей Иисуса, и пред очами всех израильтян сказал ему, будь тверд и мужествен, ибо ты войдешь с народом с ним в землю, который Господь клялся отцам его отдать ему, и ты разделишь ее на уделы ему. Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся. И написал Моисей закон сей и отдал его священникам, сынам львийным, носящим ковчег завета Господня, и всем старейшинам сынов Израилевых. И завещал им Моисей и сказал, по прошествии семи лет, в год отпущения, в праздник кущей, когда весь Израиль придет явиться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его. Собери народ, мужей, жены, детей и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего и старались исполнять все слова закона сего. И сыны их, которые не знают сего, услышат и научатся бояться Господа Бога вашего во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которую вы переходите за Иордан, чтобы овладеть ею. И сказал Господь Моисею, вот дни твои приблизились к смерти. Призови Иисуса и станьте у скини собрания, и я дам ему наставление. И пришел Моисей и Иисус, и стали у скинии собрания. И явился Господь в скинии в столпе облачном, и стал столб облачный у входа скинии. И сказал Господь Моисею, вот ты почаешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед богов, вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит меня. И нарушит завет мой, который я поставил с ним. И возгорится гнев мой на него в тот день, и я оставлю их, и сокрой лицо Мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби. И скажет он тот день, не потому ли и постигли меня сие бедствия, что нет Бога Моего среди меня? И я сокрой лицо Мое от него в тот день за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным богам. Итак, напишите себе слова песни сей, и научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песнь сия была мне свидетельством на сынов Израилевых. Ибо я введу их в землю, как я клялся отца Моих, где течет молоко и мед, и они будут есть и насыщаться и уточнеют, и обратятся к иным богам, и будут служить им, а меня отвергнут и нарушат завет мой. И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песнь сия будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомства их. Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде нежели я ввел их в землю, о которой я клялся. И написал Моисей песнь сию в тот день, и научил ей сынов Израилевых. И заповедал Господь Иисусу сыну Навину и сказал ему, будь тверд и мужествен, ибо ты введешь сынов Израилевых в землю, о которой я клялся им, и я буду с тобою. Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказал, возьмите сию книгу законом и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя. Ибо я знаю упорство твое и жестоковынность твою, вот и теперь, когда я живу с вами ныне, вы упорны пред Господом, не тем ли более по смерти моей. Соберите ко мне всех старейшин колен ваших и надзирателей ваших, и я скажу вслух их слова сии и призову во свидетельство на них небо и землю. Ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь и уклонитесь от пути, который я завещал вам, и впоследствии времени постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло пред очами Господа, раздражая его делами рук своих. И изрек Моисей вслух всего собрания израильтян слова песни сей до конца. Продолжение следует...